Охей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь! Сегодня мы начнем с вами играть в одну интересную игрушку, которая называется The Descendant, что в переводе на русский означает «Нисходящий». Вышел недавно, буквально на днях, эпизод номер два, но я решил попробовать сыграть в первый эпизод, и если дело того стоит, то я думаю, что мы пойдем дальше, тем более обещает целых пять эпизодов. Эта игра, это такой, можно сказать, клон, даже не клон, а идейный последователь игр от студии Telltale Games, то есть это некое такое интерактивное кино про события после серьезной катастрофы на земле. Ну, в общем-то, историю нам, я думаю, расскажут. Давайте начнем, и, ребят, если вам понравится это прохождение, обязательно напишите в комментариях, нравится или нет, чтобы я знал, стоит ли нам продолжать или нет. Игрушка полностью на английском языке, и русских субтитров, соответственно, никаких ничего нет, будем переводить прямо с листа. Перед тем, как случился конец мира, ковчег 01. А ну-ка, ни с шагу вперед! Ты не тот, кого я ожидаю. Другой парень, он передумал. Меня зовут Мия, Мия Ховард. Проверь свой файл. Штаб-квартиры должны были подтвердить это несколько часов назад. Мия Говард? Ага. О, ладно. Давай, поторопись. Субтитры показывают. Толпа орет громче и громче. И налегает на ворота. Выстрелы за пределами ворот. Больше криков, больше паники. Больше огнестрельного огня. Огнестрельный огонь. Какой ужас. Так, у нас идет, значит, здесь показывают передачу, телевидение. Жадность и страх. Мы уничтожили наш мир. Затем мы уничтожили друг друга. Показывают кадры. Голодные... Ээээээ... Голодные... И волнения нарастают. Единственная сильнейшая нация. У нее оставалась надежда выжить в этой войне. Никто не был удивлен тому, что миру пришел конец. Но была лишь одна вещь, которую никто не ожидал. Что мир однажды начнется снова. Gaming Corps. Студия представляет The Descendant. Нисходящий. Эпизод 1. Последствия. Столетия позже на Аляске. Нисходящие остались неизвестно. Непонятно, что имеется ввиду под словом нисходящие. Так, это у нас титры, значит, Аляска. Понятно. Ну, смотрите. Снега это или это пустыня? У нас идут титры и... Ты не можешь ввести эту штуку быстрее? Из 7 миллиардов людей только 4 тысячи остались... Были выбраны для того, чтобы начать новый мир. Сразу извиняюсь за какие-то ошибки возможные. 4 тысячи. Потому что, друзья мои, переводить с листа не так уж легко. Нам что, нужно ехать туда, за ними? Что? Это не подобно этому дерьму. И каким-то образом этот парень был один из них. Рэндальд Джефферсон. Третий. Сенатор был... Он был прежде, перед тем, как были сброшены бомбы. Эти 4 тысячи посланников человечества были заморожены, заморожены в скрытых под землей бункерах до тех пор, пока поверхность земли не будет безопасна. Столетия прошли, поверхность стала безопасной, и бункеры открылись, и посланники начали возрождать, ну, видимо, отстраивать мир снова. Но один бункер остался запечатанным. Ковчег 01. Так что я вызвался добровольцем, чтобы выяснить, почему. ХК, ХК, это исследователи. Продолжайте исследователи. Мы возле ковчега 01, возле ворот. Готовы взорвать его к чертям. Понял вас. По моей команде. Три, два, один. Вот так, отлично, я успел нажать. Да, вот механика повторяется. В каких-то моментах нам придется нажимать какие-то конкретные кнопки, для того, чтобы выполнять конкретные действия. Так, смотрите-ка, мы взорвали. Взорвали ворота ковчега 01. Можно теперь спускаться вниз, я думаю. Так. Интересно заметить, что слово арк, которое переводится как ковчег, оно также означает еще и моча по-английски. Да, признаюсь. Как будто домой возвращаешься. Давай просто закончим с этим. Но если бы был один, хотя бы один шанс, что кто-то там внизу остался, посланники, или те, кто приглядывали за ними, то любой риск стоил бы этого. Штаб-квартира, это исследователи. Мы прошли через внутренние ворота и спускаемся через туннель. Понял вас, исследователи. А Рэндальф? Да. Ты там посматривай по сторонам. Команда исследователей из двух человек. Он, ВиАйПи и я. Горький смех. Никто. Экспендабл. Непонятно, что это значит, что слово. Короче говоря, главный наш герой, это вот немножечко, по-моему, такой темнокожий парень. Так, слоу даун, притормози, или ничего не говори. Рэндалф, притормози. Штаб-квартира, штаб-квартира. Запомни, Донни. Мы используем свое время, чтобы достать этих посланников человечества. Как можно скорее, так ведь? Там какие-то помехи идут по радио, ничего не разобрали. Тебе этого достаточно, парень. Ожидается, что они кто-то останутся здесь. Одни ворота вниз. И одни еще нужно пройти. Единственное препятствие, стоящее между нами, и к тому, чтобы добавить еще сотни... Что там, сотню там, или восемь, что-то... Людей к человечеству. Штаб-квартира, мы возле внутренних ворот. Пожалуйста, подтвердите. Штаб-квартира, вы меня слышите? Дерьмо! Ты думаешь, сможешь это пройти? Так, не для этого ли я здесь? Ладно, я пойду посмотрю, смогу ли я как-то связаться по радио. Давай, поторопись. Эти ублюдки ждали уже слишком много. Слишком долго. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы двигаться вокруг. Все понятно, значит, мы выправляем вот таким образом. Некоторые объекты подсвечиваются. Нажмите вокруг маркера для того, чтобы взаимодействовать с объектом. Но механика очень сильно напоминает те же самые первый сезон, первый, второй сезон The Walking Dead. Так, ладно, пойдем дальше. Все-таки мини-серия Мишон. Там, конечно, взаимодействия было минимальное количество. В основном мы просто смотрели и выбирали диалоги. Здесь же мы можем прямо таких ходить. Так, смотри-ка, я не могу пройти дальше вроде как. Здесь уже карта заканчивается. Небольшая очень область. Так, все, дальше я пройти не могу. Ладно, возвращаемся обратно. Так, смотри, Рэндольф, трейлер. Можем осмотреть. Мы здесь, мы единственные, кто может сказать им здесь, что там безопасно. Но до сих пор, но все равно мы приготовили какое-то горючее. Так, ладно, идем. Рэндольф, ну, на него смотреть мы не будем. А что нам на него смотреть? Машинка. Давай посмотрим. Кусок мусора. Мне хочется, он говорит, что квартира могла бы дать нам что-то получше, чтобы работало. Так, подойдем сюда, к этому контейнеру. Можем подойти? Нет, мы не можем. Ладно, пошли вперед. Какой-то вот ящик с инструментами я вижу. Пока что вроде так все неплохо. Интересная графика здесь. Приятная, я бы даже сказал. Так, что у нас здесь? Генератор. Генератор. Куда он ведет, кстати? То есть они заперты где-то внутри. И похоже, что в самом начале показывали как раз момент, когда вот эта женщина, Мия Ховард, она заходила в это убежище, в этот ковчег. Смотри, панель. Так, панель доступа закрыта. Нам нужно как-то ее открыть. Все понятно. Сейчас мы будем разбираться как. Я вижу, что у нас идет провод сюда. Мы можем посмотреть на дверь убежища. Что скажешь? Последняя линия защиты против мира вокруг. Ага, мира снаружи. Нам нужно как-то открыть ее. Так, смотри, генератор. Ага, вот генератор. Теперь мы можем посмотреть. Нам его запустить нужно. Генератор. Топливный бак пуст. Я видел топливо у нас там есть в канистрах. То есть, они хотят сказать, что это убежище. Оно просто закрыто каким-то генератором, который можно просто открыть, если мы вдруг зальем туда немножечко горючего бензинчика. Да. Я немножко почитал описание этой игры. Давай, 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 забирай. Ты будешь брать тянет? Ага, вот. Здесь все-таки речь идет в большей степени о какой-то глобальной катастрофе. О том, что мир не мог поделить ресурсы. Начались войны. Начались столкновения. И людям пришлось покинуть. Покинуть планету, насколько я понял из описания. Но я думаю, что подробности мы выясним по мере прохождения. Так, все. Генератор мы запустили. Значит, можно идти и открывать панель. Я надеюсь, что никакая невиданная хрень не выпрыгнет оттуда. Потому что вдруг они там все поумирали. А на чем они жили? Это же столетия спустя. То есть, они многие столетия уже живут здесь. Охренеть. Ты что, будешь открываться-то, нет? А не понял. А что не так? Что тебе не нравится, дружище? Эй. Ему что-то конкретно не нравится. Я запустил. Я же запустил генератор. Может быть, надо было что-то еще нажать. На, давай, пойдем посмотрим на него еще разок. Можем мы посмотреть? Нет, мы не можем на него посмотреть. Ладно, я просто теряюсь уже в догадках, что нам здесь сделать. Посмотрим на дверь снова. А, это все-то тоже самое, он говорит. Так, понятно. Тебе нужно их открыть побыстрее. Но как же нам это сделать? Пойдем поищем какие-то вещи. Может быть, мы что-то упустили. Так, так, так. Смотри, какая-то вот катушка. Там что-то тоже лежало, по-моему. А, вот смотри. Cave Inn. Что? Ох, смотри. Какая-то... Какая-то пещера там. Cave это пещера. Точно. Хм. Хм. Интересно, когда это произошло. То есть, какой-то метеорит упал, что ли, сверху, пробил землю и упал вниз? Хм. К чему бы это все? Так. Мы можем просто наводить мышку и таким образом мы видим, можем ли мы взаимодействовать с теми или иными предметами. Все, дальше мы не пройдем. Может быть, мы должны с Рэндалом поговорить? Рэндальф. Не Рэндал. Рэндал у нас был в другой игре. Рэндальф. Рэндальф пытается починить радио. Удачи с этим ему. Ясно. Короче, помощи никакой. Трейлер. Так, это не то. Это просто посмотреть на него. Машину мы уже видели с вами. Что еще здесь доступно? А, вот смотри. Ящик с инструментами. Ох, монтировочка. Монтировочка. Это наше все. Отлично. Без монтировочки ни один главный герой не может справиться. Я думаю, что ей мы очень быстро откроем эту панель доступа и сможем открыть ворота. Ух ты, блин. Компьютер еще и работает. Ха. Я думаю, я добрался. Ждешь письменного приглашения? Шлемы надели. Я не знаю, что там произойдет. И мы не можем так рисковать. Все, отлично. То есть нам не пришлось взламывать. Я думал, сейчас будет какой-нибудь квест. Господи, что же нас ждет там? Скелеты? Или живые люди? Ну, вроде как. Вроде как там горит свет. Там растут растения. Офигеть. Смотрите, да там живые люди. Наконец-то. Стой, 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 стой. Парень. Тихо, тихо. Какого черта? Жди здесь, сенатор. У нас нет идеи, что там внутри будет. И ты тоже не знаешь. Что? Что я не... В действительности не являюсь кем. Ты не тот, кого... Экспендабл, я не знаю, что ты не командный игрок. Лайабилы. У тебя есть какие-то идеи, что происходит с этим ковчегом, когда его открывают? Ты был хоть раз там? Да, он, короче, ему говорит, что я тебе не доверяю. Слушай, все, что мы знаем, что там может быть опасно. У нас радио работает теперь, да? Да, работает. Так что ты стой здесь и жди. Ты какого... Чего себя возомнил? Если что-нибудь случится, оставайся на связи. Будешь сообщать центру. Я не могу с этим поспорить. Короче говоря, он его обвинил в том, что он... А, он сказал, что... Ты более важен, чем я. Вот так он надавил. Ты должен стоять здесь, сейчас по радио разговаривать. Ладно, отлично. Так, у нас произошло сохранение. Ну, мы можем идти. Смотри, добро пожаловать! Добро пожаловать! Они ждали нас. Но, смотри-ка, по-моему, какая-то разруха немножко здесь царит. Давайте сходим осмотримся, посмотрим, что здесь творится. Так, дальше мы назад пройти не можем. Ладно. Так, смотри. Лифт. Служебный лифт. Видимо, его используют для того, чтобы передвигать грузы. Надо проверить его перед тем, как мы свалим отсюда. Так, понятно, это я уже прочитал. Мы не можем никак пропускать здесь эти диалоги, поэтому, если вдруг мы повторно их запускаем, нам придется их слушать. Надпись. О, что ж. Было бы печально, если бы мы пришли в другое место, не в Ковчег-01. Так, сколько мне ж там ждать-то стоять? Столько-сколько понадобится, чтобы убедиться, что здесь безопасно. Они были заморожены столетиями. Что еще? Часок подождут. Есть, короче говоря, какие-то здесь потомки, посланники или нисходящие, те, кто не зашли. И также есть какие-то яниторы. Я так понял, что, может быть, какие-то главари там, я не знаю, вылечить. А, понятно, то есть они в этом убежище не просто так сидят и выращивают помидоры и, там, не знаю, продолжают род. А они здесь были заморожены. Так, инструкция, инструкция по безопасности. Ага, ладно, мы это читать не будем. В конце был такой пункт, будь готов ко всему. Так, отлично. Дверь, нам нужно ее открыть. Ну и давай, открывай уже. После того, как я попаду внутрь, возможно, ожидается, что там будет легко. Мне нужно найти этих яниторов. И затем нужно будет пробудить нисходящих посланников. Будем называть их посланниками. Если бы это было так легко. Ясен пень. Они вот в таких вот, видимо, саркофагах, здесь замороженные лежат. Яниторы? Что же это слово значит? Я помню, что в готике яниторами называли какие-то камни, энергетические камни, которые давали питание телепортационным камням. Одно столетие до этого, входя внутрь. Тебе повезло, что в тебя они выстрелили в спину. Так что с тобой с Машей маленькой дощечкой какой-то? Несколько дней назад. Здесь все это началось. Сколько уже посланников пришло здесь? У нас есть 108 до сих пор. Но есть еще возможность поселить еще некого. А, нескольких человек. Это будет самый продвинутый бункер, который только создало правительство. Но когда это все уже было, когда все закончилось, это будет что-то такое из будущего. Это настолько продвинутые системы здесь установлены. Черт. Дерьмо, прости, я полностью забыл. Меня зовут Сайлас, я не Тор. Так же, как и ты. Я физик. И моя задача поддерживать это место. Я Мия. Но я уже это знаю. А как насчет тебя? Ты в чем эксперт? Генеральная механика, механика-инженер, электрический механик. Я не знаю, давайте... Я не знаю, кто она. Ну давайте, вообще, механика. Я? Я механик. Полагаю, твоя работа преследовать за этим ковчегом. Это большая ответственность. Ага. Я никогда не мечтала, что когда-нибудь вырастут до Янитора. Ага, я тоже. Все, я понял. Ну, короче, это такие люди, которые как бы должны обслуживать это. Так, так, не переживай, все нормально. Мы уже в безопасности. Эти маленькие взаимотрясения ожидаемы. Охренеть. Фон для субтитров настолько прозрачный, что я даже не вижу на этом полу, что написано. О, нет, 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 это не должно было случиться. Это не взаимотрясение. Это что, взрывы? Эти все люди пытаются проразать. Нам нужно идти. Сейчас. Все понятно. Короче, они надеялись, что они спокойно сейчас закроются от этих людишек, которые там несчастные остались умирать на поверхности. И решили скрыться в этом подземном бункере. Но не тут-то было, конечно же. Они начали просто тупо взрывать это убежище в надежде проникнуть. Но почему-то, когда мы подошли к этому убежищу, уже после, да, мы не увидели никаких следов взрывов. Как будто все было очень четко запечатано. Это очень странно. Так, мы перемещаемся во времени опять. Так, ты... Ты говоришь... А, он говорит, ты тоже типа сейчас, да? Я не... Как, я не дорого. Надо посмотреть, что это как-то переводится. Может быть, какой-то типа хранитель, да, наверное? Донни. Эти жертвоприношения, эти жертвы, которые юниторы совершили, защищая, создавая безопасность. Следующая глава какая-то... Блин, я не успеваю. Так громко, так быстро они говорят. Так, ладно. Мы просто подходим сюда и, наверное, открываем дверь. Скорее всего, если эта женщина как-то... Так, мы должны нажимать на кнопочку Е. Давай, 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 давай. Да, это было сложно сделать. Значит, ожидается, что эта тетенька там... Мия Хоувард, или как ее называли? Что она, может быть, и жива, но как она столетия смогла выжить? Давай, 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 еще разочек открывай. Ммм, поднатужься, парень. Что, еще раз, что ли? О, нет, все нормально, нормально. Поддалась дверь. Да, экшена, конечно, здесь практичны. Где ты сейчас? Какой-то проход, коридор. Все, электричество выключено здесь. Но системы ковчегов все еще работают, да? Но похоже на то. Как только я найду помещение Яниторов, там мы все выясним. Так, смотри-ка, какая-то дверь здесь. Давай, открывай ее. Я не знаю, на правильном пути или нет. Так, открывай, давай. Рэндальф, ты можешь меня читать, да? Как открытую книгу, приятель. Ты нашел их? Да. Я могу так сказать. Там кровище, что ли? Ё-моё, там на стекле была кровище. Что-то бесконечные какие-то экраны загрузки здесь. Я, конечно, понимаю. Но это немножко, как бы, разрывает повествование, что ли. Три года перед тем, как миру пришел конец. 108 посланников осталось здесь. Нисходящих. Вот они в этих саркофагах лежат. Так, это кто у нас? О, это они. Хранители, значит, они. Хранители вот этого бункера. Два человека, что ли, всего? Что с тобой? Кушай назад. Я понял, да. Он заболел, говорит, надо тебе использовать какие-то обезболивающие. Окей. Давай. Давай посмотрим, почему этот ковчег проснулся. Так, все крио-камеры выглядят нормально. Тебя нужно проверить логи. поддержание на компьютере все камеры криозаморозки должны быть починины ладно проверить проверить логи и нет проблем ясно короче здесь два главных героя это парень в будущем я проверил всех этих людей все нормально возможно все что-то не так с ковчегом так вот что мы поняли год 1471 проверить системы подогрева воды и там что-то у тебя в шкафчике должно быть новая одежда чувствую свежая свежая одежда будет не такой уж плохой идеей долго лежали конечно звони одежда уже завоняло пропахло да чё это на это так быстро переоделась да вот так нам надо лучше я не знаю блевать говорит похоже можно в этом сезоне так у ничего любовь морковь или как они какие у них отношения то вообще что-то он с ней таким нежным голоском то разговаривать каковы мои обязанности что а где куда мне нужно пойти ты становишься здесь нет я в порядке у меня башка немножко еще пока гудит можешь мне конкретно сказать в чем мои обязанности тебе нужно следить чтобы ковчег нормально функционировался вот это твоя работа я сконцентрируюсь на людях которые здесь остались а ты сконцентрируешься на самом ковчеге куда мне нужно пойти как мне дойти туда до комнаты подогрева воды а ну да идешь через дверь в главный коридор заходишь в проход и просто держишься прямо идешь держись на радио я если что тебе подскажу так ты здесь остаешься да да похоже все эти люди живы поэтому я просто буду ждать здесь смотреть давайте я не буду называть их там нисходящие ну что это слишком долго десенденции нисходящие потомки будем просто называть их людишки замороженные а походу что я все поняла отлично скидки эта карточка поможет тебе получить полный доступ к ковчегу поняла гитарка чё сыграем может быть давай поиграем game консолька у них даже есть приставка о что у нас тут такое понятно гитара с консоль что за консоль давайте посмотрим кто проспонсировал hexagame это да как та которая у меня была у меня была дома такая приставочка можно будет рубануться в что-нибудь допустим в кунг-фу как и помните на 8 битки кто играл в кунг-фу букс книги личный шкафчик похоже что один из них мой лучше убедиться что у у сайласа нет ключей от всех ящичков стол можем посмотреть на стол короче бардак они бордались развели конечно живут здесь никого нету никто ничего не прибирается не следит лучше посмотреть что это за коробочка такая выглядит важный но мы никак не можем с ней взаимодействовать просто на нее посмотрим так что у нас еще здесь есть давайте просто глянем я не думаю что какие-то ключевые предметы здесь смотри-ка у нас здесь консервированная еда на ней общем то они живут у нас есть как раз сама это штука для заморозки криокамера мы можем сходить в ванную так что у нас здесь туалет по крайней мере тупзик рядом понятно так у нас душ есть какой-то мусорный контейнер здесь зеркало можно кстати поглянуться в зеркало посмотреть чтоб нормально выглядел да да видала и хуже ладно короче говоря можно бесконечно ходить здесь тыкать на эти вещи но они особого значения для нас не имеют пойдемте уже выполнять нашу прямую обязанность нам нужно сходить проверить что там у нас случилось с этим ковчегом как он себя чувствует смотрите ковер бабушкин ковер из россии прямо посреди убежища постапокалиптического убежища часто стали у нас выходить игры про постапокалиптику смотри-ка офигеть это же та же самая дверь куда заглядывал наш мужик из будущего не хочет ли нам игра сказать что а там же все в кровище было что нам сейчас будет показывать события которые как бы предшествовали этому интересно было бы узнать что там произошло может быть они подрались из-за последнего батончика шоколад и так здесь мы не пройдем а мы можем бегать вообще нет нет двойной клик не помогает бежать в таких играх конечно двойной клик очень нужен потому что много ходить придется ходит он не быстро какой-то у нас здесь есть указатель си 08 бойлерная похоже что нам как раз сюда нужно я забыл какой там код был 1471 что такое какого черта что чёрт мне что-то пошло не так вода нагревается и ошибка и температура критическая поднялась что значит это значит что это значит что к людишки замороженные людишки могут пострадать быстро заходи сюда понятно если мы сейчас воду не остудим то они не не просто заморозятся они разморозятся будут размороженные людишки и они еще наверно потом сварятся в этой воде горячей на большая ответственность на нас лежит меня это очень плохо приходит от одного крыла замороженных людишек приходят подтверждение ошибок так куда нам бежать то нужно ты знаешь да нет воды вода капает куда бежать нужно он нам не сказал ничего ладно побежали сюда если что остановит буль 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 чё там булькает уже вот какая-то дверь давай 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 поторопливайся мне нравятся игры с каким-то интересным повествованием может быть здесь не так много экшена но по крайней мере здесь есть интересная история и мы как бы становимся участниками и вот какой то здесь есть проход похоже что очень важный проход вот кнопка кнопка надо нажать кнопка вызова лифт это наверное был да это грузовой лифт и нам нужно теперь на панель куда едем то надеюсь ты знаешь к этаж ну чёрт дерьмо выключила свет понятно панель нажали на нее на а вот первый квест нам нужно соединить ох как смотрите как это будет сейчас сложно сделать ребят давай красный красный как нам подключить то ну проблема в комнатной становится хуже здесь становится жарче так нам нужно соединить красный не красный у нас идет погоди до цепи и красный идет у нас вот сюда красный сюда иди не понял а чё не нравится то вот выбрали давай выбрали вот так выбрали желтый желтый нас идет сюда все понятно выбрали красный он идет сюда но вообще элементарный квест белый чё у нас не выбирается что ли никак черный это на желтенький черный а еще и беленький о чем почему не хватает не хватает что ли я не понял а ну сюда типа 2 я включил меня что только что случилось некоторые части системы вышли оффлайн на какое-то время проклятье тут не хватает проводов они не дотянутся так что делаем то ладно она вроде что там починила и все нормально все теперь работает значит мы на правильном пути смотри волосы у нее не совсем черный как будто она уже посидела от страха мы тоже посидим мия мне про больше и больше приходят сообщение об ошибок об ошибках пожалуйста поторопись да я спешу как могу смотри-ка пар уже идет все понятно здесь сейчас разорвется все чертовой матери как нам ох мы здесь не пройдем горячий пар блокирует ваш проход нам нужно его перекрыть конечно вот у нас вентиль есть вот еще один квест он сейчас будет давай вентили какой-то вентиль отсутствует ну сейчас будем начать искать бегать вот здесь по-моему какие-то еще есть а вот вентиль нет нам надо найти вентиль который валяется на земле я прав давай давай вот смотри какой металлический диск мы взяли а он вижу вентиль это не сработает как вентиль в окс смотри вот он вентиль у нас здесь запрятался дружок а ну полезай в карман все это мы взяли теперь мы можем бежать туда быстрее 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 ваше там все разморозится уже будет размороженное мясо давай вставляй отлично все автоматически делает прекрасно давление в тубах слишком высокое дерьмо слишком горячо становится мне нужно быстро все здесь починить давай чинить вот у нас есть три вентиля давай теперь покрутим их все ухты нет не тот другой вентиль охренеть и этот тоже наверно вот этот третий о нет не гонает ты снасти первый тут порядок нужен первый третий и второй все смотри чётенько вот так вот детка как два пальца об асфальт все отлично можно проходить внутрь первую загадочку мы с вами решили ну что заходим не заходить надпись здесь опасность давай быстрее что же такая медленная там люди размораживаются господи да игра конечно немножко медленная так куда дойдем наверно вниз куда-то спускаться про и тревожная музыка я статей похоже что вот а вот оно здесь мы ничего не может посмотреть пошли вы к этой штуке посмотрим вот он бойлер сам а вот еще одна задача мне нужно проверить не так долго сейчас уже пара камеры не пара камеры выйдут из строя я спешу как могу все нормально не переживай выключаем на счет на счет нажали так теперь вот тут что делал о подожди мы ее забрали а что теперь дальше а вот мы вставили а ну то есть нам нужно освободить все вот эти вот трубы все так мне теперь нужно это переместить потолок где что теперь мы делаем сна собралась трубы и она что там поменяла вот три трубы валяется какой-то здесь ящик с инструментами пустой не смотри-ка там какие-то есть о берем 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 а силу это конечно же никакой не так это шестеренки не знаю что это уплотнители какие-то уплотнители скорее всего потому что на английском силе это потолок уплотнитель прокладки может быть ох ты блин ай нет 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 дерьмо как я теперь это достану там была лестница я видел ее о господи я не могу уже дышать давай мисс давай соберись соберись тряпка мы должны найти эту прокладку я вижу еще какой-то вентиль здесь трубы чё это мы с ними давай трубы бери перелазь через них горячее поди еще ох наверное здесь температура то почему она не потеет она по идее должна потеть потому что здесь становится очень жарко так вот через эти трубы мы тоже можем пролезть но там по моему пар идет горячо эти трубы слишком горячие чтобы пройти через них нам сначала нужно пойти ошибиться и потом только активируется функция управления этим вентилем окей сделано что-то я сделала ну да теперь они не должны быть такими горячими давай 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 пробирайся есть мы их миновали и теперь идем дальше просто полоса препятствий а вот она лежит смотри-ка вот во все нашла теперь мне нужно быстро возвращаться на лестницу проклятие миа давай быстрее там поторопись или они все сдохнут да я сейчас сама скоро сдохну я пытаюсь я пытаюсь так что просто заткнись и дай мне сконцентрироваться какой нетерпеливый мужик ну понятно а тихо тихо будет другой проход нужен здесь может быть опять вентиль нужно повернуть давайте попробуем да типа вентиль он активирует то одни трубы то другие она сейчас тут накрутит вентили то потом точно все сломается все теперь мы можем здесь пройти лицо у нее удивительно спокойное если мы примем во внимание то есть ту ситуацию в которой она находится сейчас так ладно поезжали на лестницу есть нам осталось сменить какие-то вот эти уплотнители и наверное загадка будет решена но где же где же беги 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 мы подходим сюда я правильно понимаю все дело вот в этом нагреватели так отлично ага вот здесь здесь просто уплотнителя не хватает бери уплотнитель и уплотнитель бери вставляю сюда прекрасно отлично теперь мне нужно поставить поставить трубы так как они были ну вот это по моему был здесь потом вот этот труба шла и потом вот эту пошла да все нормально все сделали запускай у фашет похоже что все возвращается на круги своя такие крутые затемнение супер переходы фу ладно мы справились с этим заданием что же будет дальше я надеюсь что они никто из них не разморозился иначе нам придется этот фарш потом куда-то девать или заново замораживать знаете когда продукт разморозил потом замораживаешь то потом проблема может быть так а где мужик-то эй сайлас слышь меня я сделала работу ты сделала это прекрасно я даже не могу в полной мере выразить насколько важным было это увидимся с тобой в нашей квартирке наших апартаментах можно еще так перевести заходы динамики конечно немножко не хватает игре на мой взгляд край красиво отрисована интересная идея то есть есть определенная вселенная есть интрига но динамики не хватает сколько много беготни и мало действий может быть все изменится в будущем а мы возвращаемся в наше самое будущее аааа проклятие ты меня перепугал до смерти своим молчанием прости сенатор что ты видишь что ты видишь я вижу два две криокамеры комната вся в беспорядке давай про камеру здесь две криокамеры и обе выглядят как будто хорошо работаешь ты будешь поражен узнав сколько разных непонятных вещей может случиться с этими камерами ладно ребят смотрите мы здесь остановимся давайте потому что сейчас у нас ведьма сюжет будет развиваться как-то дальше мы узнаем что же за это за кровь была такая на двери если мы можем на нее посмотреть а здесь почему-то вот ее не показано мы это узнаем с вами может быть следующей серии а может быть никогда обязательно ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях хотели бы вы видеть прохождение этой игры потому что насколько я понимаю не так-то много прохождений особенно на русском языке существует на русском ютубе так что может быть нам удастся даже посмотреть то что мало кто видел до нас ладно в любом случае ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал с вами был маугли всегда оставайтесь на высоте покедово